Приветствую вас на канале Ножи. В прошлом выпуске произошел небольшой инцидент. Поэтому пусть вас не удивляет мой вид. Сегодня я расскажу не про один, а про полтора, но зато многофункциональных ножа. Большинству людей, даже не связанных с ножевой тематикой, они известны. Victorinox Spartan и Victorinox Classic. Ножа два, так что мне потребуется оба глаза. Первым расскажу про тот, что побольше, Spartan. Часто его еще называют швейцарский армейский нож. Ну а теперь немного рутины. Технические характеристики. Длина 91 мм. Высота 25,7 мм. Ширина 40,5 мм. Вес 59 грамм. Стоит порядка 2000 рублей. Плашки пластиковые, имеют огромное количество расцветок с рисунками. И сделан он, как вы догадались, в Швейцарии. У меня в детстве была китайская реплика. Постоянно ломалась. А у вас был такой китайский нож? Если да, ставь лайк и пиши комментарий. Давайте вместе поговорим об этих замечательных китайских швейцарцах. Теперь давайте пройдемся по функциям. Большой нож, малый нож, открывалка для бутылок с большой шлицевой отверткой, открывалка для консерв с малой шлицевой отверткой, штопор, шило-развертка, зубочистка и пинцет. Кольцо для крепления. Я за функцию не считаю. Большой нож. Сталь Х55 Хром Молибден 14. Проще говоря, не ржавейка. Произведено во Франции. Длина клинка 7 см, из которых 6 см рабочие. Толщина в обухе 2 мм. Покрытие полированное. Замок. Слип джойнт. При отсутствии нормального ножа размеров клинка достаточно, чтобы нарезать бутерброд или, например, почистить какой-нибудь фрукт. Вот. Хочешь? Ну, как хочешь. Также подойдет для обычной повседневной задачи, таких как вскрытие коробки, открытие конверта, отрезать ниточку или полоску скотча. Ну, или, например, поточить карандаш. Маленький нож. Он очень короткий и резать им неудобно. Ну, только если вскрытие коробок. Я его обычно использую для снятия обертки на горлышке кое-чего горячительного. Длина ножа 41 мм, из которых 36,5 рабочие. Толщина в обухе 1,4 мм. Также полированный. Замок слип джойнт. Сталь. Вот тут ничего сказать не могу. Где-то читал, что используется Х39 Хром 1, но это не точно. Консервный нож с маленькой шлицевой отверткой. Назначение понятно из названия. Позволяет открывать консервные банки. В отличие от привычных большинству из нас открывалок, имеет нож спереди, что для многих неудобно, так как двигаться приходится, нажимая на него. На конце находится маленькая шлицевая отвертка. Открывалка для бутылок с большой шлицевой отверткой. С этим тоже все понятно из названия. Всегда можно открыть бутылочку пию. Лимонада. На конце большая шлицевая отвертка. Также можно использовать как миниатюрный ломик. То есть, если нужно что-то приподнять или отогнуть, то лучше пользоваться им, а не клинком. У основания есть небольшая выемка. Она используется для снятия изоляции с провода. Но как же это работает? При открытии или закрытии можно почувствовать, что он идет туже и немного фиксируется на 90 градусов. Вот так. Открываем клинок. Вставляем сюда провод диаметром не более 2 мм. И закрываем его немного. Крутим, придерживая клинок пальцем. И вот так. Шило-развертка. И можно не только протыкать мягкие предметы, но и более твердые, вращая по часовой стрелке. В центре находится отверстие для нитки, чтобы могли при необходимости что-то очень грубо шить. То есть это еще и игла. Как говорится, хозяйки на заметку. Штопор. Крайне необходимый предмет. Пинцет. Пинцет маленький. Кроме того, как вытащить за нозу, я не знаю, как его использовать. Хотя... Что? Ладно, не буду. Ну и, конечно же, зубочистка. Зубочистка, она и в Африке зубочистка. Я лично пользуюсь регулярно. Короче говоря, нож из разряда must have. Места много не занимает. У меня вообще висит на ключах. Функционал достаточно обширный. Подходит всем. Теперь про Викторинекс Классик, любезно предоставленный моей женой на обзор. Главное, конечно, в нем ничего не сломать, а то аттракцион с яблоком из прошлого выпуска может повториться дома. Без яблок. Длина 58 мм. Высота приблизительно 17 мм. Ширина 10 мм. Вес 20 грамм. Стоит порядка 1500 рублей. Плашки пластиковые. Также имеют огромное количество расцветок с рисунками. Произведен в Швейцарии. Так что же у тебя включает этот малыш? Нож. Ножечек. Пилочка для ногтей с лицевой отверткой. Ножницы. Пинцет. Зубочистка. Ножечек. Сталь Х55 Хром Молибден 14. Длина клинка 4 см. Из которых рабочий приблизительно 3,3 см. Толщина в обухе около 1 мм. Покрытие полированное. Замок слепджойнт. Ну а резать им... Как по мне, он вообще лишний. Пилочка для ногтей с лицевой отверткой. Отверткой, к примеру, можно подкрутить дужку очков. Ножницы достаточно острые, подпружиненные. Пинцет и зубочистка такие же, как и на Спартане. Но не считая закругления сверху. Вывод. Функциональный брелок, как нож, бесполезен. А вот ножницы с пилочкой делают его удобным для тех, кто следит за своими руками. Можно подпилить или отрезать сломавшийся ноготь. Эдакий походный, компактный маникюрный набор. В следующий раз поговорим про брутальный и для многих спорный, компактный ножичек Cold Steel Recon Tante. Где он? Где нож? Кто взял мой нож? Кто сделал? Верните! Верните нож! Где он? В сумке посмотри. Верните! 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 Верните!